Потому что мы это запустили 1 июня, а 2 июня мы сразу получаем суперприбыли. Но доктор Анна показывает нам детали, объясняет нам реальность. Но здесь суть заключается в том, что я рад видеть, что это происходит. Потому что я знаю, я уже сталкивался с трейдингом, я знаю, что такое трейдинг еще до Дейзи. И я уже работал с Эндотеком, я видел, как они делают феноменальные прибыли. И я знаю, на что они способны, потому что, используя опыт доктора Анны и опыт Эндотек, используя их предыдущие успехи, учитывая, что они уже сделали и где они находятся сейчас в своих стадиях разработки, хочу сказать, что это все замечательно. Я не хочу много говорить, потому что осталось 20 минут, и мне кажется, что доктору Анне потребуется большинство из этих минут. Хорошо. Да, да, с радостью, с радостью. Итак, перед тем, как я поделюсь с вами своей презентацией, опять же, я хочу поблагодарить всех и каждого из вас, потому что мы здесь просто замечательно проводим время в Эндотеке, особенно учитываясь того времени, как начался запуск ИИ 2.0, то есть 10 людей из моей команды, они работают со мной на ежедневной основе, возможно, даже на ежечасной основе мы работаем круглосуточно, и это просто так замечательно, когда в нашем распоряжении все эти замечательные инструменты, когда мы имеем возможность смотреть на полностью новое расписание, на полностью новый формат взаимодействия друг с другом и с нашим программным обеспечением. Я также очень хочу объяснить, что то, о чем мы с вами периодически говорим, нужно понимать, что у нас есть две шляпы. Одна шляпа заключается в том, что мы разрабатываем стратегии, мы разрабатываем сигналы и технологии, и на этом фронте у нас получается все просто замечательно. Мы по-настоящему добираемся уже к концу этого. На второй части, это та часть, где мы еще молоды, где мы все еще учимся, это часть, где мы управляем огромным, просто феноменально большим фондом. И с нашей точки зрения, то, что мы видим в индустрии прямо сейчас, как и говорил Джереми, у нас есть огромное количество фондов, которые терпят крах. И эти огромные фонды, которые терпят крах с миллиардными оборотами, мы знаем, что советы директоров в целом, они по индустрии, то есть, например, Морган Стэнли, они разрешают только стратегии «покупай и держи», то есть фотл, где вы можете только купить и только держать. И в подобных волатильных обстоятельствах, как, например, в рынке криптовалюты, это просто является самоубийством. Это то, что происходит со многими фондами сейчас. Я думаю, что мы достаточно хорошо пережили сейчас текущую сложную ситуацию. И с нашими новыми алгоритмами мы ожидаем, что мы будем не только выжившими на этом рынке, но что вместе с тем мы станем и теми редкими людьми, у которых получилось добиться успеха в этих обстоятельствах. Те стратегии, которые я вам показывал, они сейчас добиваются по-настоящему выдающихся результатов. И наша задача, чтобы начать доверять этому, чтобы начать быть смелее с нашим управлением, нашим портфелем. Я более глубоко это разберусь с тем, как мы об этом будем говорить дальше. Так, сейчас я поделюсь своим экраном. И это вот обновление с 1 июля. И это пример того, что мы испытали. Так, сейчас я это уберу. Так, вы видите? Да, да, мы видим. Так, все, видно. И это, например, наш опыт работы с эфиром, который упал вот с этой точки, на которой он находился в июне. И мы смогли очень хорошо поймать два серьезных движения. Первая часть мы вышли здесь, а вторую часть мы вышли здесь, потому что, опять же, мы ожидали... Мы находились в состоянии ожидания того, что будет происходить дальше. Опять же, наши алгоритмы, их новой версии, очень хорошо дают результаты и показатели. Но здесь вы видите волатильность этого рынка. Мы видим, что зеленая линия, она поднимается на 91. 91 определяется как то, что еще приемлемо в волатильности для более высоковолатильных рынков. Но она значительно очень сильно поднялась над ней. И поэтому мы можем ожидать здесь просто огромных взлетов и огромных падений. Здесь ни один стоп-лосс не работает. Мы видели это несколько раз в этот период. И следующая версия, которую мы разрабатываем на протяжении следующих недель, она может торговать намного быстрее. И если вы посмотрите намного более частые торгисты, вы посмотрите на наш график, то, опять же, здесь огромное количество возможностей. Наши новые алгоритмы уже начинают работать, учитывая эту повышенную волатильность. Это как раз смысл DAISY, потому что раньше все, что мы могли делать, это просто улучшать существующие идеи. Но прямо сейчас мы как компания и как технология получили возможность начать загружать наш искусственный интеллект новыми идеями на еженедельной основе и тестировать, как они хорошо работают. И я вам покажу, что мне больше всего нравится в том, что происходит DAISY. Я бы хотел сейчас поделиться с вами той причиной, по которой этот месяц даже с этими огромными движениями, которые мы поймали, все равно в итоге не вышел в плюс. И причина как раз та, о которой сказал Эдвард. Потому что реальность намного сложнее, чем то, как мы иногда смотрим. История, она проистекает из этого факта. Поскольку с начала июня мы значительно, и наше внимание сконцентрировали на выпуске 16-й версии, мы все еще оставили наш портфель поровну разбитым между длинными и короткими покупками, шортами и лонгами. И у нас только определенная часть нашего общего вклада была запущена на эфиры. Если видишь, здесь меньше стоит нормально, потому что мы делаем это, мы используем от двух до трех икс плечей на некоторых из наших счетов. Поэтому мы на самом деле смотрим на возможности прибыли более 100%, на возможность использовать более 100% нашего капитала при торгах. Это нелегко, потому что, как вы видите, многие компании сейчас как раз из-за использования плечей, они тонут. Мы же, в свою очередь, крайне осторожно используем плечи с очень ограниченным количеством алгоритмов. Как вы можете здесь и видеть, то у нас 34% было на шортах, но вот здесь у нас алгоритмы были не настолько хорошие. Мы не смогли перенести часть портфеля в 16-ю версию, и на самом деле здесь были съедены все те прибыли, которые были получены здесь. Мы сейчас и трейдинг биткоина тоже перенесли на 16-ю версию, и не ожидаем, что мы снова будем видеть такие же потери, как мы видели до этого. Но для конкретно этого месяца процесс, который нам требовалось выполнить для того, чтобы обновить все до 16-й версии, для того, чтобы изменить структуру фонда, мы как раз это в этот месяц и делали. И это, соответственно, с точки зрения BTC мы пострадали. Шорты также очень хорошо сработали с альткоинами, потому что мы видели очень и очень хорошие шорты, но бланги нас немного в этом опять же подвели. И вот наш баланс. Этот баланс тот, что я достаточно длительное время не показывал, и я хотел бы показать вам, как именно это выглядит с Binance. То есть, например, если я сейчас открою свой Binance, то это выглядит примерно следующим образом. У нас есть 45 миллионов, которые сейчас находятся в нашем... Так, которые... Сейчас нет, не то. У нас 12.5 миллионов в наших бета-структурах, и в наших аккаунтах в ЮЧЕ у нас 45, почти 45,5 миллионов. И это коррелирует с нашими текущими структурами следующим образом. У нас также есть определенное количество денег, которые пока что ждут сторонки, которые мы используем сейчас для страховых вопросов. И мы приняли решение использовать некоторые из них для нашей новой версии в июле. В июле мы же реструктурируем это. Реструктуризация уже идет для того, чтобы теперь у нас была подобная структура, где у нас 175% будут использоваться на лангах, и на 125% будет использоваться на шортах. Соответственно, мы все еще достаточно бычьи настроены на то, чтобы она пойдет вверх. Потому что, знаете, вот когда идет движение в бычью сторону, то движение намного агрессивнее. Если вы со 100 до 150 прыгаете, то это 50%. Но если вы прыгаете со 150 до 100, то здесь только 30% заработка. Поэтому мы все еще достаточно бычьи настроены, но с технической точки зрения, а не с точки зрения рынка. Поэтому мы сможем поймать более жесткие составляющие бычьих движений. И вот наш новый портфель. Как вы видите, мы сейчас достаточно серьезно инвестированы в шорты, в движение вниз. И сейчас я хочу просто немножко подробнее объяснить. Дензи 2.0 позволило нам быть намного более осторожными с теми движениями, которые мы берем или не берем. Опять же, я перед тем, как показать вам результаты июня, хотел бы показать еще пару примеров. И вот как выглядит наша новая структура, где мы переносим некоторое количество из фондов, которые у нас были в страховке. Сейчас переходит обратно в трейдинг. У нас есть дополнительные фонды, которые все еще находятся в страховых фондах. И эти 60 миллионов будут разбиты в соответствии с тем, что я вам только что показывала. Используя плечи в 2,5 икса в нашей структуре, тогда мы сможем получить эту капитализацию, которую сейчас вы видите на слайде. Я думаю, что достаточно чисто, достаточно хорошо работает. И учитывая, что сейчас мы намного больше доверяем нашим алгоритмам, и мы видим, что алгоритмы хорошо работают как со стороны шартов, так и со стороны лонгов, то мы можем уже не беспокоиться о том, что мы пропустим какие-то серьезные движения, как на шартах, так и на лонгах. И это достаточно интересная история, потому что если мы посмотрим на наши предыдущие версии, с которыми мы работали до этого, то, что мы, по сути, делали, когда мы шаротели, мы бы входили вот здесь в шорт. И мы бы видели, как все спадает, и потом мы в самом конце тренда выходили. А затем мы бы заново входили вот здесь, а выходили бы вот здесь. Но это то, что делал старый алгоритм. Но новый алгоритм, они очень осторожны, они стараются ловить точки разворота и только затем входить. И вот для нас вот это как раз является огромной частью. И это происходит как со стороны лонгов, так и со стороны шартов. То есть мы теперь очень осторожно можем ловить дополнительные движения. И вместо того, чтобы просто терять, мы теперь можем это ловить. И ровно то же самое происходит и со стороны лонгов, которые у нас были до этого. Поэтому, например, мы могли бы войти на шартах здесь, потом выйти вот здесь, а потом зайти на лонгах вот здесь. То есть только посмотрите на эту точку вот отсюда и дальше. Выше – это прекрасный тренд, который был сформирован до этого. Ранее наши предыдущие алгоритмы не могли подобные тренды ловить. И мы бы могли поймать этот тренд только на его середине. То есть, видите, мы бы ловили его здесь, а вот вся начинающая часть тренда для нас была бы просто продолжающейся потерей ранее незакрытого шарта. Но когда мы смотрим на наш новый алгоритм, теперь мы можем этот тренд поймать с самой точки разворота. И это на самом деле огромная разница, на которую способен искусственный интеллект, потому что он способен намного большее количество данных обрабатывать, он намного лучше способен понимать состояние рынка, он может понимать текущие уровни поддержки, сопротивления, текущее состояние рынка, текущий ордерфлоу и все остальное для того, чтобы соответствующим образом делать нужные выводы. И с нашей стороны мы сейчас крайне довольны, что мы смогли добиться подобного уровня точности с нашими алгоритмами, в рамках которых мы можем пребывать в состоянии, где мы ловим эти тренды практически с самого их начала. Понятно, что перед нами еще огромное количество работы, и что мы в самом начале этой версии 2.0 и мы работаем еженедельно, еженедельно отпускаем, выпускаем, запускаем работу новой версии. Видите, что между 13, что была у нас раньше, 13 и 14 версия, сейчас уже 16, то есть 15 и 16 уже были выпущены и уже запущены в работу. Прямо сейчас мы работаем на 17 версии. Что сделает 17 версия? Она на самом деле сможет решить для нас очень болезненную часть, в рамках которой мы очень многое постоянно вкладывали. То есть вот здесь это просто огромные деньги, которые лежат на столе. То есть здесь 47%, которые оставались на столе, и мы просто не брали его из-за повышенной волатильности рынка. Но угадайте, что мы говорим, хорошо, так, теперь это новый формат возможностей, которую раньше мы ловить не могли, потому что наши руки были связаны. Но сейчас мы расширяем наши резолюции, мы используем все доступные нам инструменты, мы их всех вышиваем в наш искусственный интеллект и совместно работаем для нахождения решений. Как только искусственный интеллект эти решения находит, опять же, мы очень осторожно просматриваем и следим за логикой искусственного интеллекта, говоря, так, хорошо, здесь применима такая логика, здесь ее можно использовать, тогда используем. И это будет уже 17 версия, которая по-настоящему сможет помочь нам на том, чтобы выходить из тех трендов, которые мы видим. Потому что, как вы видели раньше во время DayZ, что мы достаточно хорошо умеем ловить точки входа, но когда речь заходит о точках выхода, мы постоянно выходим преждевременно, не обжидаясь до конца тренда. Поэтому 17 версия будет запущена через пару недель и прямо сейчас классная часть заключается в том, что каждый раз, когда мы решаем что-то делать, нам требуется минимум неделю. То есть мы не можем это сделать там, то есть мы это не делаем за 3-4 месяца, как раньше. Сейчас вот неделя новая версия, неделя новая версия. И то, чем я хотел бы с вами поделиться, я понимаю, что времени мне осталось не очень много, но я бы хотел немного похвастаться, если позволите. Я хотел бы похвастаться и поговорить с вами о том, о чем я уже обещал, что с вами поговорю, потому что я говорил, что поделюсь с вами результатами. Это результаты, которые у нас очень хорошо умели ловить видимые движения. А это вот со стороны бета с биткоином, это как раз то, что нас съело большую часть наших доходов в начале месяца. Это как раз та история, с которой мы постоянно боремся сейчас, потому что у нас сейчас есть разное распределение, и наша версия сейчас, понятное дело, обновлена. То есть мы не ожидаем, что подобное повторится, когда это не было в будущем. Но на вторую часть это как раз наш бэк-офис. Я знаю, что наш бэк-офис для вас может выглядеть неряшливо, но для меня это выглядит как самый прекрасный бэк-офис в мире. И именно это те метрики, которые мы используем. И самая лучшая метрика, которая мне нравится больше всего, но я опять же, это только на версии 2.0, это версия 16. На следующей неделе мы ожидаем, что все это будет выглядеть намного красивее, и все будет намного более информативным. Но моя самая любимая метрика, это просто вот пенель-анализ наших новых алгоритмов, как вы видите. Это очень красиво нам показывает, как все работает. Но вместе с тем, мой самый любимый график из всего этого, это степень точности трендов, где мы смотрим на все возможности, которые у нас сейчас есть на рынке. И мы боремся за то, чтобы наши фиолетовые линии полностью закрывали все зеленые линии, все красные линии. И этот график дает нам такое огромное количество информации. Прямо сейчас этот график способен делать поэтапные входы, поэтапные выходы. И теперь вся команда работает как один единый механизм, как один единый мозг для того, чтобы убедиться, что мы используем каждую, из предоставляемых нам рынком возможностей, стараясь разобраться, как именно мы сможем поймать каждое из состояний, которое нам предоставляет рынок. Для того, чтобы укоротить длинную историю прямо сейчас, хочу сказать, что мы горим. Это прям замечательно. То есть у нас следующая версия уже может делать то, что она делать должна на протяжении длительного времени. И в этом месяце мы ожидаем, что волатильность будет продолжать снижаться. Мы ожидаем, что рынок становится для нас все более и более предсказуемым. Мы будем ожидать того, что мы сможем получить выдающиеся результаты. Для нас огромная радость работать в эти ближайшие дни. И мы ожидаем, что еженедельно будут происходить классные вещи. И на этом все. Огромное спасибо. Да, ну, Рано, большое спасибо. Могли бы вы, пожалуйста, потратить еще буквально минутку для того, чтобы вместе с нами разобрать, ведь знаете, когда волатильность рынка настолько высока, то текущая система, она старается, насколько я понимаю, воздерживаться от трейдинга, правильно? Но если бы вы смогли повторить те причины, по которым она от трейдинга воздерживается, потому что очень часто это вопросы, которые задают. То есть, знаете, вот обычные трейдеры смотрят на это и думают, да, какая возможность, какая возможность, как мы ее опустили? Ну, не исключено, не исключено. Но логика, по которой мы воздерживаемся при такой волатильности, она двухфакторная. Первый фактор – когда волатильность становится крайне высокой, очень высокой. очень мало точек для анализа, очень мало информации, основываясь на которой вы можете сказать так, ну вот здесь мы ожидаем таких-то результатов, то есть здесь могут быть резкие движения вверх, резкие движения вниз, там могут быть десятки процентов за час, а и то и меньше. Если вы посмотрите вот сейчас вот на эти пары графиков, то есть мы увидели там падение, взлет, падение, взлет, где-то 4 часа на 4 часа. Поэтому для нас, мы ведь работаем с долгосрочными стратегиями, мы видели, что если бы мы, например, вошли здесь на лонге, что казалось бы, ну, в целом неплохая точка для лонга, то нас бы застопло сило на марже. И мы бы просто вылетели на целом ряде разных трейдов, торгов, потому что мы бы прогадали нашу точку входа с лонгом. Поэтому здесь не то, чтобы мы не хотим здесь работать, ну, просто работая на подобном рынке, нам нужно смотреть чуть ли не поминутно, где мы работаем на 15-минутных, на минутных графиках, работать там, потому что на 4-часовых форматах очень легко быть выбитым по марже. И самый худший сценарий для нашего фонда – это потерять 30% в день, потому что это в дальнейшем крайне сложно восстановить. Это не то, чтобы невозможно, но это ситуация, которая будет сложной, после которой придется восстанавливаться всем. Поэтому мы крайне сильно стараемся избежать подобной ситуации. Поэтому, опять же, как только волатильность зашкаливает, то в рынке немного такой волатильности, потому что рынок все еще молодой, там достаточно низкое количество паттернов, которые здесь есть. Также хочу упомянуть, что во время этих периодов это сильно отличается от того, что происходит на других рынках, потому что разные рынки по-разному реагируют на повышенную волатильность. Опять же, здесь – это рынок, который крайне затруднительно предугадывать. Это рынок, который очень сложно удерживать, если мы работаем на таких длинных границах. Но здесь мы видим, что мы остаемся в этом рынке. То есть мы остались в рынке, то есть мы просто не зашли повторно, даже несмотря на то, что, опять же, наши новые алгоритмы, они говорили нам так – входим сюда, входим сюда или сюда. То есть они говорили нам, что здесь нужно было на шорт входить. Но мы еще не полностью доверяем этому алгоритму. То есть мы тестируем, прорабатываем, чтобы его сигналы могли быть еще более точными. Да, я хочу бы, кстати, добавить, то есть здесь мы торгуем не просто миллионами, мы торгуем 60 миллионами долларов. Это сильно меняет всю картину. Это как раз, кстати, где крупные фонды, фонды летают. Серьезные проблемы, потому что, когда у них начинался маржин колы, то там ликвидируется сразу чуть ли не половина фонда. Я лично знаю ребят с крупными фондами, которым крайне сложно дальше с этим всем торговать. Это было замечательное объяснение. У нас практически время в предыдущей, поэтому так нужно сказать завершающие слова нашего созвона. Да, доктор Анна, огромное вам спасибо за ваше выступление. Да, у нас времени практически нет. А то, ну, Джереми, я думаю, что ты сможешь завершить наш созвон, если только ты не хочешь сказать. Да, ну, допустим. А у пары слов. Слушай, может быть, нам просто еще второй час сразу запустить сюда? Ну, ведь у нас будут мероприятия в Дубае, у нас будут региональные мероприятия. Мы даже еще не начали об этом говорить, потому что ведь сейчас столько всего нового происходит, это так замечательно. Ну, я думаю, давайте быстренько завершим сейчас. Мы в ближайшее время будем проводить региональные мероприятия в Германии 30 июля. Мы также будем проводить региональные мероприятия в Венгрии. Это будет 6 августа. Это суббота и суббота. То есть, опять же, суббота 30 июля, суббота 6 августа, а потом мы дальше пойдем во Францию, также будем там проводить региональные мероприятия 13 июля. И, фу, 13 августа. И лидеры прилетают со всех концов мира, поэтому присоединяйтесь, не стесняйтесь. Мы также подготавливаем специальный тур по Азиям, который у нас запустится 1 октября, начнется с Японии. И по поводу этого мы в ближайшее время опубликуем больше информации. Но этим летом нас ждет Германия, Венгрия, Франция. Это вот наш будет тур по Европе. Убедитесь, что вы регистрируетесь на эти туры, потому что мы уже закончили регистрацию ранней пташки, но ускорение видно, потому что более тысячи билетов уже были проданы только на мероприятие в Дубае. Мероприятие, которое называется Told You Soil, а мы же вам говорили. И вот одна из причин, по которым рекомендуем вам покупать ваши билеты сейчас и брать на себя обязательство присутствовать там сейчас. Потому что если меня спросить, то я думаю, что это настоящее действие Веры, которое говорит, что я уверен в том, что через 6 месяцев история Дейзи перейдет на совершенно иной уровень. Я уже знаю, что через 6 месяцев мы с вами будем в Дубае, и мы будем говорить всему миру о том, что я же вам говорил. И это определенный шаг Веры, это определенный акт Веры, который говорит, что я на этом мероприятии буду, потому что я знаю, что на протяжении ближайших 6 месяцев ускорение в Дейзи перейдет на совершенно иной уровень. Ускорение в вашем бизнесе перейдет на совершенно иной уровень. И сегодня вы уже планируете, что произойдет тогда, когда вы добьетесь тех результатов, которые вы ставите перед собой. И мы никогда не разочаровываем на мероприятиях. Если вы приходите на мероприятие у Дейзи, то вы получите вдохновение, вы получите общество, вы получите связи и соединения. Это по-настоящему мощное мероприятие. И на это мероприятие мы с вами планируем нечто большее, чем то, что мы когда бы то ни было видели раньше. Поэтому я надеюсь, что все смогут присоединиться к нам в феврале 2023 года на мероприятие «Я же говорил вам». Вы можете перейти на сайт «Я же говорил», и там вы можете зарезервировать себе место в арене «Кока-Кола» для конкретно этого мероприятия. Пейсеттер «Ресет» у нас будет продлен до июля, начиная с сегодняшнего дня. Поэтому если вы пригласите 24 новых человека в месяц июля, если вы сможете достигнуть 28 тысяч в ваших личных вложениях, тех, кого вы порекомендовали на протяжении июля, то тогда вы сможете получить квалификацию пейсеттеров, даже если вы ваши 30 дней уже израсходовали. Прямо сейчас с пулом очиверов многие лидеры помогают другим, что вы поговорили с нами, оторвались от своих исследований. Мы очень ценим и любим все то, что вы делаете. Также мы в нашем турне обязательно еще остановимся в Израиле. Мы хотим там заснять парочку видео с командой «Эндотека». И мы на самом деле в предвкушении всего этого дела. Поэтому пока мы находимся в нашем европейском турне, мы будем смотреть на возможности остановиться на некоторое время в Израиле, чтобы там заснять несколько замечательных видео для вас, для нашего сообщества. Поэтому, доктор Ана, еще раз огромное спасибо за все то, что вы делаете. До свидания.